Есть у Ильи Петровича на скамейке человек, который говорит, можно выпускать этих людей, они не на максимуме, они еще не должны умирать. И Денис Зарипов. 14-я шайба в этом плей-офф. Клубный рекорд магнитки по голам в плей-офф. Пал Денис Зарипов забрасывает в третьем матче подряд. 2-2. Да, конечно, как быстро Зарипов ориентируется в ситуации. Шайба пошла за ворот и тут же он понимает, что вратарь еще не успеет переместиться. Но, конечно, чистое проигранное вбрасывание. Последние минуты третьего периода нельзя проигрывать. Можно не уступить, чтобы за шайбу была борьба. В итоге проигранное вбрасывание, бросок по воротам, но и Зарипов и за ворот шайбу завозят. Вся Казань молится, чтобы шайба не попала к Денису Зарипову. Потому что это обычно плохо заканчивается. Жесткая передача, коварш, попытка прострелить здесь очень плотно. И, пожалуйста, Денис Зарипов. Дубль не говорит, что я не предупреждал. За минуту и 22 секунды Денис Зарипов забрасывает свою пятнадцатую шайбу. В этом плей-оффе вводит свою команду вперед. На браво Магнитогорск, конечно, пропустили шайбу, добавили поиграющей зоне. Забросили вторую и тут же побежали дальше играть. И вся игра после заброшенной второй шайбы Магниткой проходила в зоне Акбарса. Ну и можно сказать, что гол назревал. Пытаются игроки Акбарса спасти. Казань бегает за игроками Магнитогорска. Но вот, пожалуй, Зарипов получает минимум возможности, что здесь можно сделать. Коньком подработал, клюшка в сторону ворот. Шайбу катнул и Гарипов поймал на перемещение. В итоге 3-2 в пользу Металлурга за минуты и 22 до окончания третьего периода. Дарья Миронова. Но я напомню вам, как в третьем периоде как раз включала и Воробьев просил вытаскивать игру. Как мы видим, выцвищал Металлург, по крайней мере, на данный момент. Продолжение следует...